Приветственные слова, объятия и даже слёзы от избытка эмоций. Десять школьников Харьковщины вернулись из заграничной поездки. Я ездила в Венгрию, мне очень сильно понравилось, всё было классно. Мне всё запомнилось, особенно мне запомнилось, как мы катались на каноях и как мы ходили в парламент. Для Тани из посёлка Караванного Водолажского района это первая поездка за границу. Девочка успела выучить несколько слов по-венгерски и увидеть Львов, о котором давно мечтала. Я помню, как соль по-венгерски. Соль будет шок. Мы занимались много чем, мы там и на экскурсии ездили, мы были и в зоопарке, и в каком-то замке. Мы катались на каное там по озеру, купались в том же озере, называется Велэнце. Десять дней в молодёжном лагере в Венгрии провели дети и семьи участников АТО. Ребята побывали в Будапеште, поучаствовали в спортивных соревнованиях, а День независимости Украины отпраздновали во Львове. Цей проект был реализованный благодаря, по-перше, губернаторам области, волонтерских и общественных организаций, которые работают и в нашей стране, и в Угорщине. Также хочу поблагодарить нашим коллегам из Львовской области, кроме поездки до Угорщины. В обл. администрации обещают продолжить проект, уже думая о том, как организовать насыщенный отдых для детей-защитников Украины во время осенних и зимних каникул. Виктория Вашкевич, Анастасия Горелкина, медиагруппа «Объектив».